Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Натальи Гончарова и в ближайшие 20 минут мы будем говорить о родительском контроле и о том, как работает, как активно действует у нас в округе родительское сообщество. Для этого к нам в студию мы пригласили президента сообщества родителей Одинцовского городского округа. У нас в гостях Марьяна Кристалинская. Здравствуйте, Марьяна! Добрый день, Наталья! Рада вас видеть в этой студии вновь. Сегодня мы в другом качестве, хотя тоже это общественная деятельность. Естественно, очень серьезная, я бы сказала, качество образования, повышение качества образования и содействие этому. Но все на вас, скажем так. Как удается? Потому что я знаю, что родительское вообще сообщество в принципе у нас в округе очень активное действительно. И вы участвуете и в... не только вы лично, но и вообще в целом многие родители из сообщества, которые большое достаточно у нас в округе, участвуете и в выездных инспекциях главы. И также просто ходите, например, в школы, в разные совершенно по всему округу, проверяете качество школьного питания. И за безопасностью детей следите. Обо всем об этом мы поговорим, о разных проектах тоже. Я надеюсь, нам хватит времени хотя бы о чем-то об этом поговорить. Но вот как удается все-таки содействовать повышению качества образования? Наталья, ну на самом деле вы абсолютно правы. Назвав, скажем так, те основные направления деятельности родительского сообщества, они как раз и заложены в название, официальное юридическое название нашей организации, которое называется «Местная общественная организация. Содействие повышению качества образования сообщества родителей Одинцовского городского округа». И вот, наверное, из этого названия понятно, что лежит в основных целях и задачах нашей общественной организации. И, конечно, основная заслуга – это активность наших родителей, которые действительно хотят помогать, хотят содействовать тому, чтобы и качество образования, и уровень образования детей, да и не только образования, потому что, на самом деле, все, что касается наших детей – это и спорт, и медицина, и дополнительное образование, и отдых, лагеря летние. Все это важно для нас, как и для родителей. И, конечно, мы первые, наверное, кто заинтересован в этом улучшении, повышении уровней качества оказания вот таких вот, ну, порой мы называем это услугу, порой мы называем это как-то по-другому, но, безусловно, это все очень-очень важно. Насколько удается действительно? Потому что фронт работы в этом отношении, ну, можно так сказать, действительно большой, и направлений много. Как удается? Вы знаете, ну, хочу сказать, что действительно родительское сообщество у нас очень большое, и объединяет очень большое количество людей, но, безусловно, как в любой организации, есть актив, то есть какое-то количество людей, которые, ну, скажем так, обладают определенным, наверное, и свободным временем, и желанием более активно участвовать в этой работе. Поэтому нам посчастливилось, что у нас актив действительно очень сплоченный, очень нацеленный, действительно. Воевой, да, в хорошем смысле слова. Да, конечно. Да, и нацеленный на действительно хороший результат. Поэтому вот благодаря активности таких людей, конечно, достигаются наиболее значимые результаты. Замечательно. Ну, вот что касается, как я говорила, вы в инспекциях, в различных участвуете, и прежде всего это касается, наверное, и качества строительства и ремонта образовательных учреждений. В таких мероприятиях вы тоже постоянно, я бы сказала, наблюдаете, как возводятся, как новые учреждения и как ремонтируются старые. На сегодняшний день объектов много и строятся, и в ремонте. Вот как здесь, на что внимание прежде всего обращаете? Ну, вы знаете, опять-таки, если мы берем наше родительское сообщество, то понятно, что здесь, ну, скажем так, не только мамы, но и папы. И очень часто люди, конечно, обладают и знаниями, и профильным образованием в той иной деятельности. Поэтому у нас действительно удается охватывать очень разноплановые сферы жизни и деятельности нашего округа. В том числе и по ремонтным работам, и по строительству. Безусловно, наша инспекция носит рекомендательный характер, но зачастую родителям действительно очень важно видеть, наблюдать о том, что, скажем так, те материалы, которые применяются, они качественные, они отвечают нормам и требованиям как экологической, так и санитарной безопасности. Безусловно, очень важен вопрос сроков, потому что вот сейчас у нас два объекта школьного образования, которые вошли в этом году в региональную программу капитального ремонта школ, которая как раз проходит в рамках федеральной программы «Новая школа». И это две школы. Это одна кубинская школа, номер два. И вторая – это старогородковский интернат имени заслуженного педагога России Фурагиной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Там тоже у нас проходит капитальный ремонт. И вот такие, да, тоже два очень важных объекта тоже не лишены нашего внимания и родительского контроля. Да, я надеюсь, что все будет в срок, потому что здесь действительно и подрядчики тоже стараются. Я уверена, что как бы все будет в срок, безусловно, на высоком уровне, потому что здесь, скажем так, пристальное внимание и контроль со всех сторон. И глава лично контролирует эти объекты. И со стороны Министерства Минжилстроя, и со стороны Министерства образования Московской области. То есть, на самом деле... Контроль всеобщий, я бы сказала, и тотальный. Всеобщий, так же и депутатский корпус тоже участвует в этом контроле. Поэтому я думаю, что шансов, чтобы сдать, ну, например, не в срок или как-то некачественно, у подрядчиков нет. Просто нет. Да, совершенно правильно. Ну, раз уж мы заговорили о школе, хотелось бы продолжить школьную именно тему о школьном питании. Потому что контроль, это здесь тоже тотальный, я бы сказала, проходит просто и родители в разных школах отдельно совершенно. Какие-то целенаправленные инспекции, опять же, проверки проходят. Вот совсем недавно тоже, буквально, реобразование флагман тоже прошло. Каковы результаты? Как изменилось все, ну, скажем так, за год, наверное, как работает как раз доброе кафе наше? Вы знаете, Наталья, хочу сказать, что, безусловно, вопрос школьного питания – это одна из тем, которые всегда волнуют родителей. Я бы сказала, даже больных тем. Раньше, по крайней мере, была очень злободневная. Вы знаете, хочу сказать, да, что, ну, скажем так, нам всегда как бы удавалось выстраивать, скажем так, как бы ситуацию, ну, более-менее в позитивном направлении. И хочу здесь поблагодарить главу округа Андрея Иванова за то, что он всегда действительно со своей стороны уделял и уделяет очень большое внимание качеству школьного питания. Потому что, ну, здесь, безусловно, это и комфорт, и здоровье детей, да и, наверное, сам уровень, скажем так, и результаты процесса обучения связаны с тем, как мне кажется, тоже, насколько ребенку комфортно, насколько он сыт, потому что, действительно, это очень важно. Дети у нас находятся в школе, ну, практически до вечера, да, то есть очень такая насыщенная образовательная программа, то есть где-то с утра, там, с 8.30 до 3, до половины четвертого – это как минимум. Вот, поэтому качество питания, безусловно, это очень важная тема. И хочу сказать, что родительское сообщество 2018 года уже начало такое достаточно пристальное внимание уделять школьному питанию и осуществлять проверки. Безусловно, с представителями управления образования и той или иной питающей организации мы подошли достаточно, так скажем, серьезно к этому процессу, потому что, вы знаете, для того, чтобы просто записаться на родительский контроль, прийти и попробовать, в общем, не нужно никаких документов. А вот если ты хочешь зайти в столовую, так скажем, в пищеблок «Святая святыха», посмотреть, как приготавливается пища, посмотреть, какие продукты используются, проверить сроки реализации этих продуктов, понаблюдать за самим процессом, ну, и вообще посмотреть, скажем так, и об устройстве пищеблока, и сам процесс приготовления пищи, безусловно, нужны дополнительные документы. Это медицинская книжка, которая оформляется в Роспотребнадзоре. Для этого обязательно нужно предоставлять определенные анализы. И вот у нас многие члены родительского сообщества, в том числе и я, оформили такие документы, которые нам позволяют... Позволяют пройти в «Святая святых». Да, в «Святая святых», зайти на сам пищеблок и уже непосредственно ознакомиться с процессом. Это, на мой взгляд, очень важно, и дает такое более широкое и полное представление о процессе приготовления школьного питания. Поэтому... Каковы результаты, кстати? Вы знаете, результаты как бы разные, и могу сказать, что по всем результатам, если какие-то нарушения обнаруживаются, то составляется акт, вот, вся информация, опять-таки, это все носит рекомендательный характер. Безусловно, мы не Роспотребнадзор, мы не можем выставить какие-то предписания или, там, вчинить какие-то санкции. Но, тем не менее, могу сказать, что все наши пожелания, рекомендации, безусловно, всегда учитываются, ну, и как бы, скажем так, в стол не кладутся. Это самое главное. Да, это самое главное. Не просто так ходите. Да, и, безусловно, все наши проверки еще проходят при непосредственном общении с детьми. То есть мы всегда общаемся с детьми и спрашиваем, что вам нравится, что не нравится, какие блюда любимые. Дети также дают свои пожелания, и мы, безусловно, вот эти пожелания передаем. И я очень рада, например, что у нас долгое время не было в детском меню сосисок. И, скажем так, это, наверное, не секрет, что многие дети действительно любят сосиски. Не только в сосиске в тесте, который у нас присутствует в буфетной продукции, но и хотели бы их видеть на завтрак. И вот мы передавали такие пожелания в управление администрации, в управление образования. И вот сейчас у нас сосиски есть в школьном меню. Это замечательно, дети очень рады. Поэтому я надеюсь, что все эти пожелания, которые, например, у нас были на встрече по школьному питанию, не так давно озвучены мной. И как раз Андрей Робертович все взял на контроль и сказал, что это все должно быть обязательно реализовано. Такое пожелание прозвучало с точки зрения увеличения количества фруктов. Дети, конечно, очень хотят видеть фрукты. И также родители озвучили вопрос по поводу овощей. Потому что тут, скажем так, питающая организация руководствуется рекомендацией Роспотребнадзора по сезонности. То есть, когда у нас сезонность позволяет, то фрукты и овощи особенно у нас присутствуют в достаточно большом объеме. А вот когда у нас... А в зимний период, к сожалению. Да, в зимний период, к сожалению, нам все это приходится заменять, скажем, солеными огурчиками, капустой квашеной и так далее. Что может быть не очень полезно. Да, дети, конечно, у нас хотят и огурчики, и помидорчики. Мы понимаем, что дома все равно это все присутствует. Поэтому Андрей Робертович дал поручение все-таки этот вопрос проработать и найти... По возможности, какое-то решение найти. Да, найти какое-то решение. Да, ну, будем надеяться, что так оно и будет. И зимой тоже будут и свежие огурцы и помидоры в школьных столовых. Давайте немножечко поговорим еще о другой теме, о помощи детям и родителям в том числе. Потому что родительское сообщество в этом отношении тоже очень много проводит всевозможные работы и вот в этом направлении. Вот совсем скоро у нас в округе, буквально в эти выходные, у нас будет такой благотворительный забег. «Я бегу, ребенку помогу». Я предлагаю сначала посмотреть сюжет, потом вернуться в студию и более подробно о нем поговорить. Итак, смотрим. Здесь соревнуются не за медали и не за награды. И совсем не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы принять участие в благотворительном забеге «Я бегу, ребенку помогу». С 2016 года проведение акции стало доброй традицией в округе. В прошлом году на центральный стадион пришли более 300 человек. У нас действуют три варианта забега. Это паралимпийский, в котором бесплатно бегут все инвалиды и их родители, семьями. Второй забег – это фан-забег костюмированный. Будем всех приветствовать в костюмах. Вот, тоже на 100 метров. Основным забегом является прохождение дистанции в 2,5 километра. Участвуют все – школьники, взрослые и старшие поколения. Главной целью является сбор средств для лекарственной и терапевтической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Можно подать заявку на сайте, как на корпоративную команду, так и на индивидуальный забег. И можно прийти просто на само мероприятие и на месте, на регистрацию, зарегистрироваться и принять участие в забеге. Организаторы каждый год выставляют на официальный сайт фотографии с описанием тех, кому можно помочь. В этом году забег «Я бегу, ребенку помогу» состоится 21 мая. Всех желающих принять участие ждут на центральном стадионе с 9 утра. Также для участников приготовили сюрприз – танцевальный мастер-класс. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Мы посмотрели сюжет, Амбриан, сразу хотела спросить, вот насколько важны такие вот мероприятия? Это традиционный забег, который проводится уже не первый раз, однозначно, и даже не второй. Так что, вот насколько это действительно важно? Вы знаете, это однозначно очень важно. Более того, я хочу сказать, что, на мой взгляд, вот этот благодворительный забег уже стал визитной карточкой нашего округа. И действительно, такое мероприятие, оно полюбилось нашим жителям. Оно очень доброе, оно очень, на мой взгляд, нужное, важное. Ну и, безусловно, это семейный праздник. Хочу сказать, что мы с первого года образования родительского сообщества принимаем участие, поддерживаем, наряду и с общественной палатой, и с администрацией, и с многими организациями, которые выступают как спонсорами, так и благотворителями в этой акции. И что самое главное, конечно, что все вырученные средства, все сборы, они будут переданы в помощь детям, которые состоят в организации «Мир детям». Эта организация объединяет в своих рядах и детей, и взрослых, людей, инвалидов с ограниченными возможностями здоровья. И вот сейчас, конечно, мы будем помогать детям. То есть будут приобретены разные и средства реабилитации, и какие-то, может быть, и парты, и лекарства. Все то, что так необходимо. И я надеюсь, что и в этом году активность будет большая, потому что, действительно, это очень доброе мероприятие. У нас наряду с забегом еще будут и благотворительные ярмарки на территории стадиона, и мастер-классы. И хочу еще раз сказать, что все собранные, заработанные средства от этой деятельности будут переданы безвозмездно организации «Мир детям». Ну, и надеюсь, что, действительно, дети, которые нуждаются, получат все необходимое, что им нужно. Ну, по крайней мере, вот насколько это будет возможно. Кстати, что касается детей-инвалидов, вы не только в этом направлении. Это понятно, это такая ежегодная акция, прекрасная совершенно, я бы сказала, такой фестиваль спорта, можно даже сказать. Спорт и добра. Да, спорт и добра, совершенно точно. Но еще и это такие профориентационные, направленные на социализацию детей-инвалидов мероприятия. У нас тоже появился проект, так называемый «Спорт Инк», инклюзивный спорт, где вот со школой «Надежда» и с разными другими, но я имею в виду, оттуда я имею в виду чаще всего, в Одинцово я имею в виду, идут ребятки как раз, которые могут заниматься спортом тем же самым. Вот сейчас уже открыто несколько направлений, это и тхэквондо, и баскетбол. По-моему, какие-то уже еще направления тоже собирались открывать. Как идет в этом направлении работа? Вы знаете, ну, у нас действительно очень много планов, и хотелось бы по возможности расширять эту деятельность, расширять, наверное, спектр тех спортивных направлений, где ребята могли бы участвовать и себя проявить. Я считаю, что это очень важный проект, потому что он действительно позволяет детям, подросткам с ограниченными возможностями здоровья легче социализироваться, легче адаптироваться в нашем современном мире, и действительно почувствовать себя более уверенно, что очень важно. Может быть, найти каких-то новых друзей. Это, наверное, основное пожелание родителей таких деток, потому что у каждой мамы, у каждого папы, наверное, есть вот такой подспудный страх, что вот как-то ребенок, ну, наверное, когда уже подрастет, он может действительно как-то быть выкинутым из общества, что у него могут быть действительно какие-то сложности в общении, потому что, ну, понятно, что мы все не вечны в этом мире, и родителям бы хотелось быть уверенным, что ребенок справится, что он действительно сможет найти друзей, и впоследствии действительно ввести полную жизнь, и общение, и социализация должна быть полная. Поэтому здесь очень важно вот наряду с какими-то спортивными достижениями, и просто занятием спорта, еще действительно развивать социализацию. Поэтому мы очень надеемся, что это направление у нас будет и дальше развиваться, и что мы получим поддержку и администрацию, управление образованием, и действительно сможем уже, может быть, на нашей следующей встрече рассказать про наши успехи и достижения в этом направлении. Вот это тоже важно, да. Но я, кстати говоря, наша съемочная группа была на одной из таких тренировок. Давайте посмотрим сюжет, потом вновь вернемся в студию и продолжим наш разговор. Так, смотрим. Коррекционная школа и ограниченные возможности здоровья сегодня не препятствия на пути к полноценной жизни. Своими успехами это подтверждают активисты и организаторы проекта «Спорт Инк». Вместе с командой мы организуем инклюзивное спортообразование. Это сейчас очень актуально во всем мире. И детей социализируют в обычной секции, внедряют в обычной спортивной секции детей с особенностями. Конечно, не все особенные дети смогут участвовать в этих секциях, но по большому счету можно внедрять тех детей, которые даже имеют диагнозы инвалидности. В современном обществе особенным детям не хватает социализации в нормальной ячейке. Реализация проекта «Инклюзивный спорт» позволяет им взглянуть на мир другими глазами, дает возможность подросткам полноценно развиваться. Они учатся как-то контролировать себя, контролировать свою агрессию, контролировать поведение в своей работе в паре с товарищем, причем не просто в паре, и даже не с товарищем, а противодействовать другому, то есть сопернику. То есть как-то, ну, в первую очередь, да, самоконтроль. Ольга Рико привела своего сына на занятия год назад. За это время положительную динамику развития заметили не только близкие люди, но и учителя. Меньше агрессии у ребенка, стремление к сверстникам, опять же, он развивается и старается быть выше, чем может. Чтобы обеспечить нахождение особенных детей в спортивной секции наравне с другими участниками, организаторы проекта при поддержке родительского сообщества привлекают спонсоров, которые оказывают содействие в развитии, приобретают для клубов необходимый инвентарь и снаряжение. Это очень важно, потому что дети, когда занимаются спортом, они становятся крепче, здоровее и сильнее. А дети – наше будущее. Для занятий тхэквондо детям подарили травмобезопасные боксерские мешки, лапы, защиты и иное оборудование. Помимо этого, есть определенные требования к тренерам. Тренер, который у нас ведет эту группу, как и все другие, которые с такими детками занимаются, они должны иметь специальное образование, то есть специальный сертификат, квалификацию, которая позволит ему заниматься с такими детьми. За полгода существования проекта «Инклюзивный спорт» добился определенных успехов и принес положительную динамику в развитии детей. На сегодняшний день ребята с определенными ограничениями по здоровью получили возможность заниматься тхэквондо и баскетболом. В ближайших планах подключить секции по гимнастике и футболу. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Мы посмотрели сюжет, и, к сожалению, у нас не так много времени остается до окончания нашего эфира. И хотелось еще пару вопросов хотя бы обсудить. Вот что касается безопасности детей? Это касается всех. И здоровых ребят, и ребят с инвалидностью, возможно. Но безопасность – это прежде всего, наверное, тоже самое школьное питание, которое тоже должно быть безопасным. Но это еще и безопасность на дороге. Я знаю, что вы постоянно, как родительское сообщество, проводите акции «Отвлекись от телефона». И как только у нас позволяет, соответственно, и погода, и природа, то сразу наносите с помощью подрядных организаций, сразу наносите вот эти вот надписи «Около школьных пешеходных переходов». Насколько важна вот такая вот работа? Потому что ведь ребята, да, понятно, что они ходят чаще всего в телевизор. А видят ли они эти надписи? Вы знаете, хочу сказать, что пару слов об этой акции. Действительно, по-моему, года 3-4 назад действительно мы выступили инициаторами этой акции. «Отвлекись от телефона», «Убедись в безопасности». Там прямо есть такой набор таких рекомендаций, фраз. И мы вышли с инициативой к главе округа Андрея Иванова с просьбой поддержать. Андрей Робертович дал добро, поддержал эту акцию. И теперь у нас ежегодно такие надписи наносятся как минимум вблизи образовательных учреждений, а как максимум еще на тех точках, которые у нас жители указывали и предлагали тоже нанести такие надписи. Потому что, на мой взгляд, это, конечно, направлено не только на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, но на профилактику ее в целом. И, конечно, если кто-то из взрослых тоже, увидев эту надпись, потому что она достаточно яркая, и когда ты обращаешь на нее внимание, конечно, ты не можешь пройти мимо и не прочитать этот текст. То, конечно, если кто-то задумается о том, что надо все-таки быть более внимательным на дороге, то мы будем очень рады. Потому что есть у нас, безусловно, пешеходные переходы, которые, скажем так, могут обладать интенсивностью дорожного движения, но, тем не менее, не быть оборудованы какими-то светофорами или индивидуальными дорожными неровностями, которые снижают скорость. Поэтому очень важно, конечно, каждый раз, даже если ты все-таки переходишь дорогу... По правилам. Да, по правилам, со светофорным объектом. Лучше лишний раз, конечно, посмотреть направо-налево, удостовериться в безопасности и только потом, конечно, переходить дорогу. Поэтому это одна из тех инициатив, которые мы продвигаем. Но, на самом деле, безопасность дорожного движения – это очень важное приоритетное направление деятельности родительского сообщества. И хочу сказать, что мы практически, не побоюсь этого слова, были одними из первыми, кто в Московской области совместно с нашим Одинцовским ГИБДД, скажем, инициировал родительский патруль. Действительно, это было такое очень хорошее нововведение. Продолжать будете? Мы его, на самом деле... Не заканчивали. Мы его не заканчивали, просто это более актуально, скажем так, зимой, в тёмное время суток, когда вот родители выходят и действительно, опять-таки, на околошкольных каких-то пешеходных переходах в тех точках, которые они считают наиболее, скажем так, сложными. Травлопастные безопасности. Да, с точки зрения безопасности выходят и помогают детям безопасно перейти дорогу, сделать, в общем, максимально комфортным, чтобы ребёнок добрался до школы. Хочу сказать, что в своё время одна из таких сложных точек у нас была на Молодёжной улице, около 13-й гимназии. Вот у нас там периодически вот эти надписи наносились, и там активно у нас родители работали с точки зрения родительского патруля, и совместно с ГИБДД мы тоже акции эти делали. И потом, в конечном итоге, наверное, настолько было пристальное внимание, к этому месту, что там уже оборудовали этот переход светофорным объектом, и теперь там... Дети спокойно переходят. Да, дети. Это не только дети, но и взрослые. Да, поэтому это действительно тоже важно, что мы, наверное, смогли тоже привлечь внимание определённых органов к тому, что... Это необходимо сделать. Да, это необходимо. Ну, и какие планы на будущее? Продолжать все нововведения и все, скажем так, акции, всю обычную повседневную работу, которой вы занимаетесь? Безусловно, всё это продолжается. И я думаю, что если какие-то там есть предложения у родителей, у жителей, или, ну, скажем так, что-то действительно появится новое, что нужно реализовывать или, может быть, как-то развивать, конечно, мы будем рады, но ещё раз хочу сказать, что наше родительское сообщество очень активное, вот, очень-очень позитивное, и действительно очень много вопросов, которые требуют родительского внимания. Поэтому я надеюсь, что у нас всё будет хорошо с точки зрения общественного контроля, инициатив. Ну, и мы надеемся, конечно, одних инициатив мало, тут мы надеемся и на поддержку администрации, главы лично, ну, и, конечно, правительства Московской области во многих вопросах, которые, ну, скажем так, касаются, наверное, и финансирования, и привлечения каких-то больших средств, или включения в какие-то госпрограммы. Ну, будем надеяться, что всё удастся. Я желаю вам этого искренне. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мне остается только напомнить, что сегодня мы говорили о родительском контроле, о деятельности родительского сообщества на территории Одинцовского округа. И у нас в гостях была президент родительского сообщества Одинцовского городского округа, Миряна Константинская. Спасибо вам большое, Мария. Спасибо вам, Наталья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова